Всем доброе утро! Здесь такие низкие потолки. Наверное, 2,50, да, Лёша? Ну, в другой можешь достать. Ну, это некомфортная высота абсолютно. Мы уже привыкли к высоте 2,80, 3 метра. Низковато. Стамбул, Хилтон, то же самое. Тоже были низкие потолки. Но это не важно. Два лифта. Едем на второй этаж. Что? Тут все такое зачухняниное, как будто в 80-х. А что, в 80-х все зачухняниное было? В глаза нашли. Как вы видите по моим глазам, я спала очень плохо. Я всю ночь крутилась, свертелась. Дело в том, что мы вечером нашли на стене какого-то жучка, такого с усиками. И на хвостике тоже 2 усика. И я боялась, что этих жучков много в номере. И что они куда-нибудь заползут. В общем, идем в ресторан Планета. Так, вот, ребята, мы в ресторан Планета. Ой, ребят, чай Гита или еще зеленый Ява. Лимончик. Блинчики с джемом. Алиса вообще ничего есть не стала. Леша пошел выбирать. Я не знаю, что со мной произошло. Либо аллергия, может быть, на пыль. Может быть, просто ноги замерзли. Но я сегодня утром проснулась, и я просто не могу дышать. И вы видите вот по глазам, что помимо того, что я боялась, что на меня кто-нибудь залезет, я еще и мучилась носом всю ночь. Это вообще кошмар. Но мы здесь целый день пробудем. Еще одну ночь отночуем и поедем дальше. Это вообще какой-то кошмар. Но я сейчас хочу выйти на улицу. Весь день буду на улице, потому что нужно дышать теплым воздухом. Может быть, на море слизнем. Здесь транспорт есть. Что-то Леша недоволен. Шведская линия ему не понравилась. Лучше бы я квартиру снял, и сам себе приготовил. Все, ребят, мы поели. Идем дальше. Нужно забрать еще, Леш, конвертик. У нас 408. Вот он. Вот у нас есть ваша карта. Здравствуйте. Казан-сам. Карта питания. А у нас 3 человека. Наши ребенок. А, все-все. Так, здесь шведский стол. В общем, мы выходим. Рада сообщить, что в медицинском отделении билет. Леш, что, в бассейн, может, пойдем? Или на море? На море поедем. Я предлагаю бассейн. А. Так, ребят. Берите. Хочу купить какие-нибудь сережки. Это все серебро. Красота. Беленькие, наверное. Давайте примерим. Вот эти подлиннее или покороче? А давайте пока подлиннее. И есть такое же колечко. Ребят, 4 900 кольцо еще такое есть. Красивое, да? Серебро. А вот кольцо черное. Такое вот. Это под Ванклиф. Под Ванклиф. Да. А что, очень красиво. Алиса выбрала вот такое кольцо. Какого боблины. Скучаешь? Да? Под Эдику. А я себе взяла вот это кольцо. Ну, ну, под платье, под все, ребят, подходит. Под платье хоть под что. И мне без разницы, что это реплика. Я не заморачиваюсь на этот счет. Красота. Смотри, какой я себе кольцо купил. Угу. Ванклиф реплика. Ты такой, ты сегодня такой замученный. Ты тоже не выспался? Ну, конечно. Ну, пойдемте в бассейн, да? Пойдемте. Там в бевец ходим. Просто не хочу далеко от умера. У меня нос заложен. Вообще ужас. Вот, ребятки. Везде низкие-низкие потолки. И неужели раньше люди были ниже? Или были другие стандарты строительства? Я не пойму. Затем, что полтенца надо взять из номера. Забыли взять. Где я? Ну, люди же были сначала от обезьян, значит, обезьян. Да, на третий. Зато сам подъезд с мраморными лестницами. Вот, ребятки. В году, так и так, в 1985-м, это топчик был. Ну, здесь люди разные абсолютно. И семейные, и одинокие. И компании мужчин возраста моей мамы даже чуть старше, да? Вот, ребятки, вот, куда деньги уходят? Ну, вот, с этого пансиона-то, где они? Не знаю. Тебе, а что тебе не нравится? Ну, блин, ну, помойте, приберитесь. Душа, люди снимают здесь номера. Все забито. Нам вчера кое-как нашли ребят. Я же тебе про это и говорю. Тетеньки-то. Как изъявили? Когда приезжать перестанут, и отзывы будут плохие. Тогда начнут посудиться. Три звезды, иначе три. Три звезды, да, что ты хочешь? Да нету, тут три звезды. Вот наш номер, ребята. В рыбачьем. Здесь, кстати, потолки повыше в самих номерах. Что, Иллиса? Как я какой-то черный живу? Сейчас мы пойдем на улицу. Ну, здесь просто душно в номере, душно, и поэтому мне, похоже, нос заложен. У Леши сегодня ночью два раза ломалась вот эта раскладушка. Прямо я видела, как он упал. Это было ужасно. Я говорю, ложись сюда, на кровать. Нет, не буду. Ну, пойдемте скребы уже свалить, да, Леш? Ну, что молчишь-то? Юль, у меня нету настроения, говорю. Вот такой санузел. Очень простенький, ребят, но чисто. Идем, ребят, по каким-то закоулкам, по каким-то заброшкам. На трансфер, на море. Решили в бассейне не купаться, потому что, ну, блин, неохота в бассейне. Вода прохладная, ветер сегодня. Похоже, дожди сюда придут. А что случилось-то? Что быстрее? А, трансфер уже? Да. Все, мы не успели, да? Нет, машина полная. И что, следующая в 10? Почему нет? Сейчас обратно приедет. А? Туда, обратно. Сидим возле какого-то ведра. Это, наверное, мусорка. Зона для курения. Спасибо, браслеты. Убираем полотенца. Прикиньте, мы сюда поехали и не взяли с собой полотенца. Свои домашние. В общем, берем на море из номера. Стоим, ждем маршрутку. Трансфер до моря. Да. Талиса сегодня сама себе делала волосы. Ужасно, конечно. Ну, что не надо? Прям не дает к себе прикасаться. Собака ходит. Как вам мое кольцо? На беременную. По-моему, классное, да? Ребята, нос-то у меня конкретно заложило. Я сейчас с Наташей разговаривала. Вот буквально минутку поговорила, и все. И у меня просто вот его заложило, и я сама себя не слышу. Сейчас поедем на море. Подышу морским воздухом. Ноги погрею. Может, солнце выглинет. Вот что-то ветрено здесь вообще. Стоим, ждем маршрутку. Народу уже тьма. Просто тьма. Держать, че-че-че-че-че. Держать, че-че-че. Главное, держать, че-че-че. Держать, че-че-че. Мы уже ездили, да? Нет. И мы тоже первый раз, поэтому на встречу и не знаем, куда. Ой, ребятки. Вот так вот сто лет не ездили, да? Держи телефон, да? Че ты? Здесь че-то ходили? Нет. Там-то. Лежаки любые. А, вот смотри. 50 рублей услуги пляжа. Душ, туалет, ногомойка, детская площадка и Wi-Fi. Песочек классный. Алисочка, вот наша. А там чье? Так пойдем платно. У нас нет денег в наличке. Наш зонтик раскрывает. Ребят, я осталась лежать. Нужно, правда, мне шезлонг перетащить на солнышко. Нужно прогреться. А Леша с Алисой пошли купаться. Сегодня ветрено. Как я себя чувствую плохо, когда у меня заложен нос. Это просто отвратительно, ребят. Это отвратительно. Если не вылезу, то останется. Сегодня очень ветрено. Но еле же ноги грею. Прям высунула их на солнышко грею. Леша с Алисой дурью маются. Пробуй вылезти теперь. Там вдалеке под крышей отдыхают те, кто бесплатно приехал от пансионата. А здесь под зонтиками все платно. Один шезлонг 200 рублей, зонтик 500. Вот сижу, ребят, ноги грею. Может, насморк пройдет. Песок теплый-теплый. Обалденно. Но ветер сегодня просто ужасный. Уже домой охота, если честно. Мы зашли в номер. Мы зашли в номер. Я оделась потеплее. Алиса позже. Все, заходим в лифт. Блин, ну я реально что-то разболелась. Мне холодно, но температуры нет. Вот просто нужно согреться. Я просто окоченела ночью сегодня. Одела кофту, одела джинсы. В общем, все, что у меня было, все одела. Носки, кроссовки. Вообще все. В общем, мы решили, что мы возвращаемся в Рыбачье. Потому что здесь очень... Ну, здесь нам не понравилось. Мягко говоря. Не понравилось, что далеко от моря. Не понравились номера. Так себе. Нет никаких развлекаловок для детей. Алиса хочет уже домой. Прям просится домой. Мы ей сказали, ну давай в Рыбачье. Хочешь в мафию играть? Вот на это она согласна. Что детям нужно? Чтобы с ними играли. Поэтому едем в Рыбачье. Вот эта площадка, она вообще здесь пустая. Вот просто пустая. Никто здесь не играет. Никого нет. Ветрено. Погода что-то испортилась. Ну да, здесь красиво. Хорошая территория. Облагороженная. Но делать здесь нечего. И так вот в Евпатории везде. Мы вот где не были сейчас, вот проезжали мимо. Везде как-то скучно. Скучно. А в Рыбачьем нормально. Нам понравилось. Там и море рядом. И рестораны рядом. И магазины рядом. В общем, все рядом. Здесь все далеко. Зашли в какое-то кафе. Гриль. Давай, Алисе, мясо. Алиса у нас мясной мышонок. Без мяса жить не может. Вчера поздно приехали, поэтому не было возможности заказать или семяском. Сегодня вот по полной отрывается. Большой-большой кебаб. Вкусненький, да, Лисюш? Да, вкусняшка. Анонимосы опять увидела. Ребята, Анонимосы. Мы гуляем по парку Фронза в Евпатории. Здесь, кстати, так оживленно, интересно. Что, Алиса? Через О, Анонимос. Анонимос. Много ресторанчиков. Много всяких завлекаловок, типа косички, браслеты, хна. Но плетут здесь нет. Вот здесь африканка плетет. А чуть ранее там русские плели. Ну, у русских вообще не вижу смысла плести, потому что у них не такие сильные руки. Мы как-то заплетали. Помнишь, Далиса? Ерунда. Но все становится жарко. Я с этой кофтой. Едатория. Ну, ты игрушку выбираешь себе или нет? Мы зашли в ресторан, покушали. Фу, Хабиб, фу. Что, тебе Хабибка не нравится? Идем сейчас до фонтана. Там выход на пляж. И потом поедем в отель. Аквапарк хочешь? Там, может, есть. Там, может, у нас номер есть, типа, у номера. Бассейн большой. Ой, спайди. Ламси в Украине нужен. Это индийская ярмарка. Обнимашки, детка. Опа. Мама, ну что, фоткай нас красивых таких. Мы готовы. Мама, ты фоткаешь? Готова. Готова. Вы снимаете? Я снимаю, я фоткаю. А ну тогда со свитером. А что у нас со свитером ходит? Что лето, зима что-то? Ну, ей так нравится. Голову назад, перевертыши делаем. Вот туда, смотри на маму. Делай, делай, перевертыши. Вот так получается. Давай покружим. Вот, а запкафисток. Опа. Ничего, поднимем. Вон она. Спасибо. Садись. Да. Садись сюда, давай. Вот так приседай. Ножку вперед. Делай вот так паутину. Вот так вот делай, конечно. Вот так, да. Вот, видишь? Вот правильно, да. Спасибо. Классно. Давайте с вами одно фото. Не, не, спасибо. Не, не, не. А вы вместе? Не, не, мы не вместе. А, на сушечку оставим. Очень красивый фонтан. Я не знаю, правда, когда его здесь сделали. Давно, недавно. Но смотрится очень даже прилично, красиво. Вот дошли мы до развалов с футболками. Ой, какие красивые футболки. Фатурия, Крым. Давайте футболку на память купим. Это что, новые маски? Фиолетовые. Фиолетовые. Ой. Трансформер. Фиолетовые, ладно. Что там еще интересное есть? Человек-пук. Что, фиолетовые? А почему маски? Что, арабские концерты? Вот что она купила. Даже продавщица сказала, такая девочка красивая и такая маска. Зачем она тебе нужна? Просто, да, нравится вам? Я люблю фиолетовые. Что, будешь играть в мафию, да, в ней? Подходим к набережной. Еще один небольшой фонтан. Не знаю, ребята, я сняла уже кофту. Алиса сняла, жарко становится, ветер стихает. Вообще мы планировали покушать, купить Алисе игрушечку и поехать в отель. Отдыхать. Пансионат. Устали, пока ели, устали. Надо отдохнуть, поспать надо. Да, да. Не надо кофту брать. Тебе плохо станет? Плохо станет тебе, от жары нет. Нет, я не разрешаю. Очень жарко. Ребята, гастропап. Очень красивый гастропап. Какое здание, супер. Пойдем скорее за папой, он оторвался от нас. Ну, все такое, вот видите, не облагороженное. Либо старое, уже обновлять нужно. Вот эти бордюрчики все. Плитка вся поплыла. Сфоткать? Идем дальше, ребятки. Идем дальше. Позирует мне. Алиса вообще смешная. Кофту забрала у меня. Алис, жара такая. Скорей бы в номер приехать. Я боюсь просто, что ей плохо станет, а ей выпендриваться надо. Вот в этой кофте она ей нравится. Что-то в ядатории и народу-то вообще капец. Как это? Ядатория? Вот здесь, ребят, в ядатории очень много народу. Но там, наверное, ценник хороший. Потому что где мы сейчас с Лешей ели вообще. Даже Леша сказал, что что-то высоковато, да? Очень, очень. Очень. Это те не рыбачие. Ну ладно. Мы в рыбачьем ели тогда. Да хватит, Леша. Ну дело не в этом. Главное, что просто было. Вот, слушай, я расскажу. Приехали мы в рыбачье, питались два или три дня мы. Три, по-моему, да? Да. И у нас вышло за три дня 6 тысяч. Ну ты не ел такую еду изысканную, как здесь? Да, нормально там ел. Сёмга в каком? Сёмга в соусе брокколи. Там такого не было. Я креветки там ел. Сёмгу слабосоленую я там ел. А кто креветки чемпура там? А, не темпура. Ребята, Леша говорит, пансионат планета. Космический пансионат. Для тех, кто всё время общается с космосом. Вот это вот правда, да, Леш? Правда, жизнь. Общались, общались с космосом. Решили поехать в Крым. И нашли это чудо. Света. Я бы знал, я бы ни за что в жизни не согласился. Не, в Крыму всё-таки тяжело найти нормальный отель. Тяжело. Да не так. А как? В Крым, когда едешь, надо заранее бронировать отель. Заранее? Наверное, за полгода. А люди-то так и делают. Потому что очень ограниченное количество нормальных отелей. Конечно. Люди-то так и делают. Люди за год бронируют. За год. Я бы здесь остался, если бы, ну, было бы ради чего? Детская анимация. Ну, что-то вообще, хоть за что можно было бы зацепиться, да? Угу. Здесь же не за что зацепиться совершенно. Угу. Аминь. Продолжение следует...